Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Стали жить с мужчиной, у него детей нет и не было, мои дети его не очень устраивают в плане воспитания. Он постоянно раздражен из-за этого принимать как родных, сказал не будет как-нибудь, как мне себя вести, я меч двух огней. Ну, смотрите, здесь в первую очередь нужно, наверное, задаться вопросом, как себя вести, чтобы что. Потому что у человека очевидно есть свои приоритеты, у человека есть свои какие-то, ну, свои ценности, у человека есть свои какие-то предпочтения, вот, и так далее. То есть это необходимо учитывать и к этому, наверное, необходимо относиться, ну, как минимум уважительно. Вообще помогает преодолеть какие-то конфликты и какие-то противоречивые ситуации, то, что между вами есть общего. То есть между вами и вашим, так скажем, партнерам, да, вот, то общее, что между вами есть, вот это помогает. Соответственно, здесь нужно обратить внимание на то, что между, что между вами общего. То есть и есть ли между вами что-то общее, вы же как-то познакомились, вы же как-то сошлись, вот. Вопрос-вопрос в том, на чём вы сошлись, вопрос в том, что вас объединяет, вопрос в том, что между вами общего, вопрос в том, чего вы хотите, вот. Это первое. Второе, конечно, это ваши приоритеты. То есть одно дело, если у вас в приоритетах дети, и другое дело, если у вас в приоритете построения своей личной жизни. Вам, на мой взгляд, нужно определиться с этим, определиться с тем, что между вами, что у вас стоит на первом месте, что у вас стоит на втором месте и так далее. Это тоже очень важно. Потому что расстановка приоритетов, это исключительно ваша ответственность. Никто за вас этого сделать не может, да и, в принципе, наверное, не должен. То есть только вам решать, как будут расставлены приоритеты. Вот. И, соответственно, исходя из этого, уже действовать. Вот. Дальше. Проблематика такого плана, которую вы описываете, она действительно присутствует у определенных пар. И, на мой взгляд, пара, которая сталкивается с такими проблемами, ну, желательно, чтобы эта пара, она как-то вот, ну, понимала, наверное, в первую очередь, что такие проблемы есть, и не избегала их. То есть, если у вас есть такая проблема, да, то, на мой взгляд, имеет смысл, как мне видится, вам, вместе со своим молодым человеком, да, обратиться к психологу, вот, и вместе, опять же, с психологом, да, вместе с психологом, наверное, разбираться с проблемой, которую, вот, которая у вас образовалась, вот, не зажимать ее, вот, если вы сами не способны ее решить. Дело в том, что раздражение ваше и раздражение мужчины имеет под собой, в общем и целом, ну, основание. То есть, если раздражение есть, да, ну, вот, так, так получилось, что раздражение присутствует. Значит, что-то человеку не нравится, значит, что-то его не устраивает, значит, что-то его задевает, что-то ему болезненно, вот. И, соответственно, это нужно постараться увидеть, а чего же, собственно говоря, ну, происходит-то, вот, что, собственно говоря, имеет место быть. То есть, возможно, мужчина как-то, ну, считает или ожидает, или думает, что от него что-то требуется. То есть, мужчине кажется, что, например, вы чего-то от него хотите, и не просто чего-то от него хотите, а хотите того, что он вам, например, дать не может. Вот. На мой взгляд, очень важно, чтобы люди находились в таком, ну, в таком положении, да, в таком состоянии друг с другом. В отношениях, чтобы им было комфортно, им было комфортно, вот. Если людям некомфортно, то выстраивать отношения будет довольно тяжело, проблематично и, я бы сказал, болезненно, вот. Вот. Поэтому этот аспект тоже необходимо учитывать, как мне кажется. Вот. То есть, необходимо учитывать этот момент. Если мы хотим, чтобы у вас все было, ну, неплохо. Вот. Поэтому, что касается того, что вы имеете двух огней, то здесь, на мой взгляд, именно вопрос в том, что вы не чувствуете своих личных границ. То есть, где, где проходят, например, мои личные границы с детьми и где проходят мои личные границы с, допустим, ну, с человеком. Да? Вот. То есть, это очень такой, как мне кажется, достаточно важный момент. Вам необходимо разграничиться. Вам необходимо разграничивать этот аспект. Вот. Потому что в противном случае одно будет как-то, ну, перетягивать постоянно канат на себя. Вот. И, как вы понимаете, ничего хорошего. Опять же, из этого не будет, да? Вот. Не для вас, не для вашего партнера. Вот. Потому что, ну, каждый из вас просто будет страдать и переживать от наличия некоторых таких вот, скажем так, перекрестных чувств. Чувств перекрестных эмоций. Вот. И опять же, опять же, на мой взгляд, приведет только конфликт. Но повторюсь, повторюсь, что ключевым аспектом данной ситуации, на мой взгляд, является именно то общее между вами, что есть. Вот. То есть, именно общее между вами способно помочь вам преодолеть любые вызовы и любые проблемы. Но только если, но только если вы чувствуете это общее. То есть, что такое общее? Общее – это в первую очередь понимание друг друга. Понимание, чувствование, чувствование себя и своего партнера. Вот. Если этого нет, то, конечно, могут быть и проблемы, могут быть и недопонимания какие-то и так далее. Вот. Поэтому смотрите вот в этом направлении, как-то смотрите в направлении того СПБ. – это, ну, чтобы раскрыть или раскрывать то общее, что между вами есть, чтобы ценить его, чтобы, грубо говоря, беречь его, чтобы, ну, буквально, вот буквально, да, заботиться об этом. Потому что если этого не делать, то да, вы рискуете, в общем-то, довольно быстро, просто-напросто отдалиться друг от друга. Вот. Как бы расстаться друг с другом. Вот. И иметь, по сути, только какие-то обиды, да, друг, ну, друг на друга, опять же. И всё. Вот. Ну, я не думаю, что в этом, для вас в этом может быть что-то такое хорошее. Вот. Как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что вам это было как минимум полезно и интересно. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого лучшего. Вместе с молодым человеком обращайтесь за помощью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...